Сонятие 3.6. Корреляции. Мы поговорили с вами об одном атрибуте. Как его можно охарактеризовать с помощью графика, с помощью среднего и с помощью разброса. Теперь пришло время рассмотреть два атрибута. Как два атрибута взаимосвязаны друг с другом? Например, можно было бы ожидать, что рост человек и вес как-то взаимосвязаны. Чем больше рост, тем в среднем больше вес. Вот нам нужна какая-то мера, которая характеризует нам эту взаимосвязь двух атрибутов. Про это мы сейчас поговорим. Взаимосвязь атрибутов. Часто бывает важно понять, как взаимосвязаны два параметра, две переменные. Опять же, плохие новости. Существует огромное количество или большое количество способов определить взаимосвязь атрибутов. Хорошие новости мы рассмотрим только два из них. Корреляцию Пирсона и корреляцию Спирмана. Но есть другие методы. Orange поддерживает и Пирсона, и Спирмана. Давайте начнем с примера. Тут вы видите, как влияет, как связаны рост и вес. Вы видите, что данные разбросаны. Какой-то прямой взаимосвязи мы не видим. Но тем не менее, общая тенденция видна. Видно, что как-то в среднем, учитывая шумы, чем больше рост, тем больше вес. Мы бы хотели, чтобы для таких данных тот коэффициент, который мы определим, был положительный. Чем больше рост, тем больше вес. Еще данные. Про машины. Многие любят про машины разговаривать. Данные про машины. Тут у нас есть вес машины. По оси X, Weight. Плохо видно. Вес машины. И по оси Y, как быстро она ускоряется. Что мы видим тут? Есть большой разброс, потому что разные машины. Но чем не менее, мы видим некую тенденцию. Учитывая разброс, чем больше вес, чем в среднем машина медленнее ускоряется. Тоже логично. Больше вес. Опять же, это данные. Это то, что есть. Мы бы ожидали тут, что коэффициент корреляции, который мы еще не определили, был бы отрицательным. Давайте определим теперь корреляцию. Мы начнем с коэффициента корреляции Пирсона. Что это такое? Это некий коэффициент, который каким-то образом, математическим разумеется, отображает меру линейной зависимости. Запомните, это важно. Он меряет каким-то образом линейную зависимость. Обычно его обозначают буквы R большое или R маленькое. Он всегда принимает значение от минус 1 до 1. Минус 1, это значит, что зависимость линейная и обратная. Один параметр растет, а второй падает. Это вот тут внизу. Единица обозначает, что зависимость прямая, возрастающая. А между минус 1 и 1 зависимость не строго линейная. Вот на рисунке есть примеры. Обратите внимание, 0,8. Корреляция достаточно сильная, но присутствует разброс. 0,4. Опять же, корреляция прослеживается. Видно, что чуть-чуть есть рост, но уже намного более сильное влияние шумов. Корреляция 0. Вот, может быть, данные могут выглядеть, например, вот так. Такое облако уже ничего не прослеживается. Итак, корреляция, это мера, корреляция Пирсона, это мера линейной зависимости. Она меняется от минус 1 до 1. Минус 1, строгая, обратная линейная зависимость, падает. И плюс 1, строгая, возрастающая линейная зависимость, растет. Это совсем так в общих словах. Очень важное замечание тут, друзья. Не путайте, очень много и путают, и в книжках присутствуют такие ошибки. Например, в той книжке, которую я вам упоминал, наука данных, в самой книжке в оригинале не было ошибки, которую я сейчас вам расскажу, но при переводе переводчик занес сюда эту ошибку. То есть частая ошибка, даже при переводе ее добавили. Ошибка заключается в следующем. Если коэффициент корреляции 0, то значит, что величины не коррелированы. Но это не значит, что они независимы. То есть некоррелированность и независимость – это разные вещи. Просто запомните, если корреляция 0, это значит, что корреляция 0. Но это не значит, что величины независимы. Величины могут быть зависимы и иметь корреляцию 0. Вот примеры. Примеры реальные. Когда корреляция 0? Вот наши данные. Это атрибут x, атрибут y и наши данные вот к какому-то такому закону синусоиде распределены. Вы видите, что между ними есть какая-то связь по синусу или по косинусу. Но тем не менее корреляция, если мы ее посчитаем математически, получится равная 0. Итак, что мы из этого видим? Корреляция 0. Величины могут быть зависимы. Корреляция 0 – это только значит, что корреляция 0. Мера линейной зависимости 0. Но тем не менее при этом данные могут быть зависимы. Например, тут данные зависимы по параболе как-нибудь. И корреляция 0. Линейная зависимость 0. Но есть квадратичная зависимость или какая-то другая. Здесь есть какая-то круговая зависимость. Опять же, линейная зависимость 0. Но есть круговая зависимость. Поэтому никогда не путайте. Корреляция 0 не значит, что данные независимы. Корреляция 0 только значит, что меры линейной зависимости 0. Не больше и не меньше. Не путайте. Это частая ошибка. опять же корреляции пирсона задается математически вот для нее есть такая формула если вам это интересно откуда она пришла как она считается посмотрите в википедии или других источниках я выложил книжку хорошо с вами в эту формулу вдаваться не будем orange высчитывает коэффициент корреляции пирсона автоматически модуль correlations корреляции когда вы его подгружаете к данным тут есть первая строчка вы выбираете какую корреляцию вы хотите пера пирсона или спирмана выбираете какую корреляцию вы хотите и получаете справа корреляции между всеми парами данных то есть у вас есть 4 данных вы получите 6 корреляции между первой и вторым первым третьим первым четвертым вторым третьем вторым четвертым и третьим четвертым сразу все корреляции вы получите поэтому с формулой пока Не стоит зацикливаться, если надо, вы посмотрите. Орн считает для нас корреляцию автоматически. И корреляцию Пирсона, о которой мы сейчас поговорили, и корреляцию Спирмана. Пример. Вот наши данные про вино. Только тут есть еще один столбец, которого у нас данных не было, который называется «Население Франции». Я его добавил. Какое население было в Франции в тот год, когда произведили вино? Итак, вот график наших данных по оси Х – население Франции, по оси Х – возраст вина. Как вы видите, здесь прослеживается сильно, глазом, да, визуально, корреляция сильная и отрицательная. Видите? И это соглашается с тем, что нам дает Orange. Он показывает, что корреляция между возрастом вина и населением Франции – минус 0,99. Видите? Очень сильно видно глазом, и действительно такая и получилась – 0,99. Минус, потому что это обратная корреляция, отрицательная. Еще один пример. Это мы с вами видели на прошлом уроке. Данные по количеству дождя зимой и возрасту вина. Как вы видите, здесь вообще никакая корреляция не просматривается. И действительно, корреляция между возрастом вина и количеством дождя – 0,0. Ну, прям 0 редко удается получить, потому что это данные, в них присутствуют ошибки, наблюдения. Но, как видите, очень-очень слабая корреляция практически. Недостатки корреляции Пирсона. Во-первых, как я уже сказал, она мерит только линейную зависимость. Вот смотрите, вот такие данные, если взять букву V. Вот такие данные. Видно, что между ними есть зависимость. Видно, что вначале, когда X растет, Y падает, а потом, когда X растет, Y тоже растет. То есть видно, что эти данные, которые отображены тут, они зависимы каким-то образом. Но коэффициент корреляции Пирсона эту зависимость не поймает. Коэффициент корреляции Пирсона будет очень маленький. Это недостаток, что корреляция Пирсона – это линейная зависимость. Но это и недостаток, и достоинство. Да, сейчас я вернусь. Спасибо, Андрей. То, что корреляция Пирсона меряет линейную зависимость – это и недостаток, и достоинство. Это недостаток, если вам надо померить другую зависимость. Но если вам надо померять линейную зависимость, то это достоинство. Второй недостаток корреляции Пирсона, она тоже подвержена влиянию выбросов, outliers. Одно-два значения случайных, очень-очень больших или очень-очень маленьких, очень-очень нестандартных, могут испортить всю картину, могут очень сильно повлиять на корреляцию. Вероника спрашивает, как можно трактовать корреляцию вина с популяцией. Тут у нас есть данные, если вы спрашиваете про этот рисунок, возраст вина и сколько было населения во Франции в этом году. Мы никак не трактуем, мы просто посчитали корреляции. Смотрите, математика, у нас есть данные, два столбца. Для любых двух численных столбцов можно посчитать корреляцию. Мы ее посчитали, она очень маленькая. А, нет, она была большая, она была большая, маленькая по модулю, маленькая без модуля, она очень большая, минус один по модулю. Как это трактовать, зависит от задачи. Но в данном случае это был просто лишь пример, чтобы показать, что корреляция, мы видим глазами, что она очень сильная и отрицательная, и она такая же получилась. Обратите внимание, Вероника, мы эти данные о населении Франции, мы вообще их не использовали. Я их просто добавил для рисунка. Просто чтобы показать этот график. Мы ими даже не пользуемся. Еще есть вопрос. В scatterplot regression line он связан с корреляцией. Да, он связан с корреляцией. Пока в детали я не хочу заходить, но он связан с корреляцией. Итак, недостатки корреляции Пирсона – это мера линейной зависимости, взаимозависимости переменных. И второй недостаток – это выбросы. Они влияют, могут очень сильно исказить корреляцию. Второй коэффициент корреляции, которым я хочу вас познакомить, называется корреляция Спирмана. Корреляция Спирмана – это мера, обратите внимание, монотонной взаимозависимости переменных. Пирсон меряет линейную взаимозависимость. Спирман меряет, так скажем, монотонную. Это значит, что две променные вместе растут или вместе падают. Но не обязательно линейным способом. Коэффициент корреляции Спирмана – он меньше подвержен влиянию выбросов, поэтому лучше в этом смысле, чем Пирсона. Он может поймать и нелинейную взаимозависимость, любую, но не любую, может поймать монотонную зависимость, не только линейную. Коэффициент корреляции Спирмана принимает значение от 0 до 1. Чем больше, тем лучше. Обычно это правила такие. Но это не теорема, это правило. Если коэффициент корреляции Спирмана от 0,8 до 1, мы говорим, что она сильная. От 0,6 до 0,8… Извините, от 0,8 до 1 очень сильная. От 0,6 до 0,8 сильная и так далее. Это не теорема, это общепринятые правила. Итак, корреляция Спирмана, она меряет монотонную зависимость, она более устойчива перед выбросами, принимает значение от 0 до 1. 1 – самое сильное, 0 – нет корреляции. Я хочу вам для сравнения показать три примера и над каждым из примеров посчитать и корреляцию Спирмана, и корреляцию Пирсона. Давайте посмотрим на следующий слайд. Первый слайд. Видите, у нас данные имеют функциональную зависимость, такой угол, но вы видите, эти данные нелинейные. Тут две линии. Раз, два, угол такой. Соответственно, если вы посчитаете корреляцию Пирсона, она будет всего лишь 0,7. Такая сильная, но не суперсильная. Коэффициент корреляции Спирмана поймает эту зависимость, потому что она монотонная, и будет равняться 0,1. Извините, будет равняться 1. То есть для этого примера, на мой взгляд, корреляция Спирмана справилась лучше. Она поймала эту зависимость 1. Второй пример. Данные идут вдоль линии, чуть-чуть разбросаны. И коэффициент корреляции Спирмана и Пирсона равны 0,9,4. Для таких данных оба коэффициента корреляции справились неплохо. Третий пример содержит выброс. Обратите внимание. Большинство наших данных идут вдоль прямой линии, и у нас есть одно странное наблюдение, один выброс. В данном примере, вы видите, коэффициент Пирсона сразу справился плохо. Несмотря на то, что практически все данные упорядоченные идут вдоль линии, коэффициент Пирсона всего лишь 0,5,7. Он маленький, относительно маленький. Почему? Потому что выброс их исказил. Коэффициент Спирмана справился с этой проблемой достаточно неплохо, и он очень близок к единице 0,94. Линиями здесь, на этих графиках изображен коэффициент, это просто линии регрессии, немножко другого. Итак, коэффициенты корреляции Спирмана и Пирсона. Их цель одна – померить взаимосвязь. Коэффициент Пирсона мерит линейную меру взаимосвязи. Коэффициент Спирмана – монотонную. Пирсон мерит, получая значение от минус 1 до 1. Коэффициент Спирмана – от 0 до 1. Вы можете меня спросить, каким пользоваться. Зависит от задачи. Иногда можно посмотреть на оба. Иногда, если вам важна линейная зависимость, посмотрите на Пирсона. Если вам важна монотонная, посмотрите на Спирмана. Но в целом, Оранж дает нам оба коэффициента. Если у вас нет вопросов, то у меня есть вопросы. Есть еще один вопрос на сегодня, а может и два. У меня есть вопрос для вас. Попробуйте угадать, какая корреляция, положительная или отрицательная. Мы сейчас говорим про корреляцию Пирсона. Положительная или отрицательная, сильная или слабая между этими параметрами. Давайте начнем. Как вы думаете, положительная, отрицательная, сильная или слабая, корреляция между ростом человека и его полнотой, индексом BMI. То есть имеется в виду, что рост и полнота вместе растут, или рост растет, полнота падает. Как вы думаете, корреляция положительная, отрицательная, сильная или слабая? Итак, я вижу, кто-то пишет сильная, кто-то пишет отрицательная, слабая. Дмитрий, слабое положительное или отрицательное? Андрей пишет отрицательное. Кто-то пишет положительное. Слабое отрицательное. Хорошо. Мы с вами увидим ответ в следующем слайде, но я вам дам сейчас корреляция отрицательная и средняя. То есть она отрицательная. В среднем высокие люди более худые. Худые не по весу, а по количеству жира, по пропорции. То есть корреляция отрицательная. Потом в следующем слайде будет ответ. Давайте пока ответим на второй вопрос. Оценка на выпускных экзаменах в школе. Игэйс хотите. И успех студентов в учебе в УЗИ. Положительное, отрицательное, слабое и сильное. Лучше пишите два слова. Слабое, положительное, слабое и отрицательное. Итак, давайте. Слабое и положительное, сильное и положительное, положительное и сильное. Сейчас я посмотрю, что у меня написано. Я даже не помню. Она среднее положительное. Среднее положительное. Примерно 0,4. Богатство человека и болезни сердца у этого человека. Как вы думаете, какая корреляция? Я давайте представлю пустые линии. Игорь пишет корреляция 0, близкая к нулю. Что вы думаете? Слабое и положительное или отрицательное? Вероника пишет слабое и отрицательное. Андрей пишет среднее и отрицательное. В данном случае оказывается, что корреляция положительная и сильно средняя. 0,7. У богатых людей реже бывают болезни сердца. Корреляция, да, средняя такая 0,7. Ну, тут это, наверное, будет более простой вопрос. Курение и здоровье. Как вы думаете, корреляция тут? Чем больше курение, тем меньше здоровье. Отрицательное. Сильное и отрицательное. Наоборот, друзья, больше курит, меньше здоровье. Отрицательное корреляция. Сильное и отрицательное. Я вижу, кто написал положительное, вы имели в виду отрицательное. Больше курение, меньше здоровье. Правильно, да, я вас понял? И действительно это так. корреляция минус 0 7 и последний вопрос игры игры игра в агрессивные компьютерные игры и агрессивность этого человека в жизнь какая корреляция между этими двумя параметрами то как часто человек как многое любит играть играет в компьютерные игры в агрессивные и его агрессивной жизни я вижу ответ нет корреляции вижу ответа вопросительный знак нет корреляции вы правы друзья очень слабая корреляция данном случае корреляция очень слабо все спасибо всем кто отвечал на вопросы давайте посмотрим ответы здесь у меня не хватает минуса имеется ввиду здоровье отсюда как чек здоров и как вы видите да более высокие люди у них полноты и средним меньше оценки на экзаменах достаточно средне коллерирует но коррелируют с успехом учеб студентов учебе болезни сердца показа человек и болезни сердца корреляция отрицательное имеется ввиду что чем больше человек богат тем меньше не болезни сердца курение и здоровье корреляция отрицательное чем более курить тем меньше у него здоровья и агрессивные игры достаточно слабо связано с агрессивностью в жизни 0 19 откуда вы можете спросить не откуда эти данного может быть интересно прочитать эти про эти корреляции иски ссылка есть в учебнике скиена глава ч 2 часть 3 он приводит ссылки на исследование если вам интересно то посмотреть итак сколько время только посмотрю отлично мы все успеваем следующий слайд предустережение очень часто друзья очень тоже распространенная ошибка многие когда думают о корреляции путают из причинно-следственной связи если между двумя величинами есть корреляция это ничего не говорит о том насколько одна величина влияет на другую корреляция не значит причинно-следственной связи знание корреляции не дает нам никакой информации а причинно-следственной связи поэтому если вы знаете корреляцию между двумя величинами не спешите делать выводы а причинно-следственной связи это очень очень распространенная шли нельзя судить с помощью корреляция причина средств на себя как я тут написал это очень грубая ошибка давайте посмотрим пример например известно что существует высокая корреляция между на море до между покупка количеством купленного мороженого и количеством ожогов от солнца известный факт но друзья из того чтобы су существует высокая корреляция между тем сколько мороженого купили на пляже и сколько людей обгорело от солнца мы конечно же не будем делать вывод что мороженое вызывает ожоги от солнца мы также не будем делать выводы что ожоги от солнца вызывают спрос на мороженое согласно корреляция высокая но никакой их выводов о причинах следственных связей сделать нельзя. Что на самом деле в этой простой задаче произошло? Здесь присутствует третье вмешивающее переменное. Это жаркая погода. Жаркая погода, вмешивающаяся переменное, приводит к тому, что люди покупают больше мороженого и что люди чаще опирают на солнце. Но, без этой вмешивающейся переменной мы не можем делать никакие выводы. И вообще мы не можем делать выводы о причинах следственной связи на основе корреляции. Очень-очень важная, очень распространенная ошибка. Никогда так не делайте. Знание корреляции не говорит нам, что причина, что следствие. Оно нам только говорит, что есть взаимосвязь. А что на что влияет, мы не знаем. Это важно, это очень понятно. Еще один пример. Например, каша масляная. Существует положительная корреляция между количеством полицейских машин, которые патрулируют район и количеством преступлений в этом районе. Но, разумеется, вы не будете думать, что полицейские машины вызывают преступления. И также мы не будем думать, что, наоборот, преступления призывают машины. Скорее всего, какие-то исторические данные, которые имеются в распоряжении полиции, говорят о том, что там чаще раньше были преступления или больше преступников живет, и поэтому туда послали машины. Но само наличие корреляции не позволяет нам сделать вывод о причинно-следственной связи. Вот еще пример положительной корреляции. Чем дольше человек болел, тем дольше он принимал таблетки. Положительные корреляции. Но понятно, что таблетки не вызвали заболевания. И понятно, что заболевание не вызвало таблетки. Тут вмешивающим фактором, возможно, является тяжесть болезни. Чем более тяжелая болезнь, тем больше таблеток. Чем более тяжелая болезнь, тем больше человек болел. Да, 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 спасибо за комментарий. Количество пожарных машин и пожар. Все верно. Еще раз, друзья, я резюмирую. Корреляция – это только корреляция. Мера взаимозависимости перемены. Будьте осторожны, не делайте никогда выводы. А если кто-то делает выводы, остановите его. Если это для вас важно, если не важно, пройдите мимо. И скажите ему, что выводы на основе корреляции о причинах следственной связи делать нельзя. Хорошо? Есть такой сайт, который называется «Странные или удивительные корреляции», который собрал много данных и показывает интересные корреляции, как бессмысленные корреляции. Например, вы можете зайти на этот сайт вот на него ссылка. Здесь есть корреляции между двумя параметром. Сколько в Америке потратили денег на науку и полеты в космос и на технологию, бюджет, и сколько было суицидов, вызванных, не знаю, утушением, странгуляцией и какие-то еще какие-то активные удушения. Так вот, между этими двумя параметрами количество денег, потраченных на науку, и количество суицидов существует, вы видите, очень-очень сильная корреляция. Сколько тут? 9,9, 0,99. Почти один. Но понятно, что никакой причинно-следственной связи между двумя этими вещами, скорее всего, нет. Бюджет на науку и количество удушений. Да, науку убивает, кто-то тут написал. Ну, я надеюсь, что науку не убивает, мы не будем писать, не будем сегодня тут искать какие-то загороды, но тем не менее, видите, очень интересный сайт, там очень много таких удивительных корреляций, изучив которые вы поймете, что, конечно, высокая корреляция может нам помочь в прогнозе, но в причинно-следственной связи корреляция нам никогда не помогает, ну, или почти никогда не помогает. Очень важно. Хорошо изучите этот сайт, если вы его еще не видели. Ну, и напоследок для этого занятия вот такой вот шарж, или как это назвать, карикатура может. Итак, читается он слева направо, для тех, кто на иврите, а не справа налево, давайте посмотрим. Значит, смайл, который, человечек, который справа, говорит так. Раньше я полагал, что корреляция обозначает причинно-следственную связь. Затем я пошел на курсы анализа данных, просто и доступно, или статистики, и теперь я так не думаю. Обратите внимание, корреляция, да? А человечек слева говорит, похоже, курсы помогли. Сходил на курсы, теперь знает, да? А человечек справа говорит, да, возможно. То есть, может быть, помогли, а может быть, нет. Причинно-следственную связь по этим данным нельзя установить, потому что это корреляция. Ну, это такая шара, такая карикатура. Хорошо. Нам осталась последняя часть нашего урока. А, нет, еще секундочку, еще нет. Друзья, если вы хотите снять, если вы хотите знать про корреляцию больше, для вас есть короткие ролики, я их доснял несколько лет назад, но они могут быть достаточно полезны. Во-первых, есть такое явление, как иллюзорная корреляция. Мы, люди, живые существа, очень часто видим корреляцию там, где ее вообще нет. Если вы хотите про это знать, это явление очень известное, психологи его изучают. Называется она иллюзорная корреляция. Мы видим то, чего нет. Глаз видит то, что он хочет видеть. Три ролика на эту тему. Есть два ролика дополнительных, корреляция просто о сложном. Это король, короткие ролики, 10 минут, 5 минут. Можете посмотреть и те, и другие. Ссылки в слайдах. Продолжение следует...